Друзья, привет! С вами Джамбо Макс и в этом видео мы посмотрим, сколько же я потратил денег на Xbox One. То есть мы посчитаем, сколько я потратил денег за всё существование восьмого поколения. В список войдёт аксуары, консоли и сами игры. Также во время подсчёта я буду рассказывать истории о том, почему я купил, что я купил и какая вообще история произошла с каким-то продуктом. И хочу добавить, что я совершенно не тот человек, который скупает абсолютно всё, что видит. Я покупаю только то, что хочу. Ну, просто это знаете. И давайте начнём. Первая покупка, связанная с Xbox One, у меня произошла где-то в 2015 году. Первой покупкой стал, естественно, сам Xbox One. Упал вот такой вот бандл, бандл с кинектом Day One Edition. Это, грубо говоря, бандл первого дня. И его могли получить лишь те, кто купил среди первых Xbox One в России. Данный комплект я предзаказывал за 26500. То есть это всё идёт у нас в копилочку. Далее я накупил к нему, естественно, игр, но чтобы не сбиться в подсчётах, мы посчитаем все игры потом. Далее мы с братом купили вот такой вот геймпад, потому что у нас не было второго геймпада, а поиграть даю мы всё-таки хотели. Упали мы его, по-моему, за 2500, если я не ошибаюсь. Далее, когда у нас сломался геймпад от данного комплекта, вы это знаете, я не раз говорил, что у меня сломался стик. Мы попросили у майков присылать нам замену, поскольку если гарантия не стекла, они должны были выслать геймпад. Прислали нам, короче, вот такой вот геймпад. Он обычный чёрный, просто на нём фирменная наглейка. Ну и прислали за то, что, в принципе, у нас не стекла гарантия, мы просто заказали второй. Знаете, всё бы было бы хорошо, и всем бы присылали так геймпады, если бы не хитрожопые люди начали себе просто так заказывать вторые геймпады. Грубо говоря, у них ничего не ломается, они звонят в поддержку и говорят, чуваки, у меня сломался геймпад, перевезите мне новый, и им присылали. Ну и, в принципе, тогда, когда майки всё-таки поняли, что у них ничего не ломается, они начали уже отвозить на замену, чинить и привозить. Заменить на бесплатный геймпад уже очень трудно, и, скорее всего, старый отвезут и новый привезут, а никакого дополнительного геймпада не будет. Далее мы чуть собьём хронологию и расскажу вам о том, как мы купили Xbox One S. Xbox One S мы купили где-то за 19500 в магазине PlayPlay, это прикольный магазин, пацаны, всем советую, потому что там цены огонь. Мне вот по-любому за рекламу должны платить. Купили мы, потому что хотели поиграть вдвоём, но что-то вдвоём мы не играем, поэтому на Xbox One S сейчас загружены только исключительно одиночные игры. И стоит он в комнате, где не очень сильно ловит Wi-Fi, ну, чтобы без проблем играть. Далее мы купили такой вот геймпад за 4300, по-моему, потому что он изначально стоил 4700, а потом я увидел скидку и сразу же его и купил. Геймпад очень клёвый, на самом деле. Прочитет 4300 мы на него потратили. Далее для Xbox One S я покупал вот такой вот адаптер, чтобы в геймпад можно было сунуть любые наушники. Да, когда была первая ревизия, у неё не было разъёма, и поэтому данный адаптер сильно спасал. Он, кстати, на самом деле удобнее, нежели просто гарнитура, поскольку все кнопки конфигурации находятся на данной панели. А также к геймпаду Xbox One мы покупали данный аккумулятор, об этом я рассказывал в предыдущем видео. Покупали мы его где-то за 1500. И ещё к Xbox мы покупали вот такие вот две гарнитуры, поскольку гарнитура от этого комплекта у нас сломалась. И сломалась ещё одна, поэтому мы купили ещё одну. И, по-моему, покупали мы их где-то за 1500 рублей. Так, ну с устройствами мы закончили, поэтому переходим к играм. Сначала посчитаем все игры, которые были куплены на физических носителях. У меня их немного. Halo Guardians я где-то брал за 3000 в магазине 1С Интерес, потому что у меня была скидка в 500. Она, по-моему, стоила 3500, но я её взял за 3. Также я купил Gears War Ultimate Edition. Я покупал его за 2500. Вот эти игры, это был, грубо говоря, мой стартовый набор игр при покупке Xbox One. Данная игра мне обошлась в 2000 рублей. Прикольная, кстати, самая лучшая игра на кино, пожалуй. А, покупал в подарок брату, по-моему, Forza Horizon 2, брал где-то за 1000 рублей по скидону. Вот эта игра именно Far Cry 4 досталась мне за 400 рублей. По-моему, была какая-то скидка в Nvidia, и там 3-4 игры можно было урвать прям по дешёвке. И, короче, я взял Far Cry 4, не знаю, с чем я это сделал. Minecraft я также покупал брату, он к нему вообще не играл. Брал я его за 1000 рублей. Dead Rising 3, также был в стартовом наборе к покупке бандла Xbox One. И брал я её за 2000 рублей. Эту игру я, наверное, прошёл раза 3-4. Раздэнс в 2017 я брал, по-моему, за 1000 рублей, тоже по скидону. И пока не сломался у нас кинект, мы довольно-таки часто в него играли. Rise также в стартовом наборе, тоже за 2000, тоже очень клёвая. И по дешёвке я взял вот такую вот игру Shape Up. Тоже, по-моему, она обошлась за 400 рублей. Ну, в общем, как-то так у меня всё, что физическое. Давайте перейдём теперь к покупке игр, голд-статусов в электронном виде. На момент этого у меня, если я не ошибаюсь, 74 600, и теперь будем считать игрули. Так, всё началось у меня с того, что я купил персонажа для Killer Instinct. Звали его Яга. Я не хотел покупать какое-то издание, потому что игра была бесплатная, и каждый раз сдавались персонажи, я хотел взять какого-то исключительно одного персонажа. Поэтому я и купил его за 10-50 рублей. Далее на свой аккаунт я начал класть электронные деньги. Если что, раньше продавали карты оплаты, а именно код, с каким-то номиналом. То есть ты мог без банковской карты положить денег и купить что-то в сторе. Сейчас же, к сожалению, данных карт не продают. Я не знаю, почему не продают, но это очень было удобно, если у тебя не было банковской карты. То есть ты положил деньги на счёт и без проблем играешь. Да, забыл сказать, ранее, когда был Xbox 360, эти деньги тоже были, но они были в поинтах. За поинты можно было покупать, а потом эти поинты перевели в деньги. И, ну, в принципе, очень было классно, на самом деле. Не знаю, почему их убрали. Далее, за те деньги, которые я положил, видимо, купил GTA 5. Кстати, когда я покупал GTA 5, вообще хотел игру покупать брат, не я, я просто ему покупал. Мы хотели взять диском. Я не знаю, почему мы хотели взять диском, но мы хотели именно диском. Я приехал ещё в дату релиза в магазин, в 1С Интерес, на Мегу Белую Дачу. Тогда ещё был там магазин. И в итоге я не нашёл там в дату релиза GTA 5. Я, ну, просто её не привезли. И единственный выход из ситуации, ну, хотелось играть, ждать. Никто не хочет, естественно. И ехать было мне не вариант в другой магазин, потому что они находились довольно-таки далеко от нашего дома. Мы приняли решение положить вот так вот денег и купить её онлайн. И, в принципе, не прогадали, поскольку у нас появился второй Xbox, и мы могли играть вместе, используя одну копию игры. Это вообще всё, что не делается, всё к лучшему, по-любому. Далее я зачислил ещё 500 рублей. И, видимо, на них я купил ещё одного персонажа для Killer Instinct и сезонный пропуск для Titanfall 1. Первого, любил Titanfall вообще, и то есть я сезон пас покупал и на 360-ый, и на Xbox One. Клёвый. Далее я купил Sniper Elite за 527 рублей, не знаю, зачем я это сделал. Далее я купил игру на Kinect Blue Estate. Это такая игруха, в которую ты должен был пальцем попасть по врагам. Ну, короче, весёл. Далее я приобрёл Gold Status за 2400 рублей. Блин, когда вспоминаешь такие цены, просто сердце кровью обливается. Так, далее я купил Oriza 419 рублей. А, видите, да, у меня уже карта появилась. Я теперь не кладу деньги, я покупаю исключительно так. Далее я предзаказ сделал на Mortal Kombat X. Опять положил 1000 рублей. На счёт, не знаю зачем. А, видимо, для покупки Fruit Ninja 2. И я опять зачислил 1000 рублей. Зачем я это сделал, если у меня уже карта появилась, не знаю. Так, купил я на этот Just Dance 2014. И опять начал платить с карты. Плюс 600 рублей за Battlefield 4. Далее я покупаю Batman Recer Arkham. И покупаю Metro Redux. За 300 рублей, я помню, он ещё тогда по скидам был. Это комплект игры из двух частей. Классная. Вот, благодаря этому комплекту я проникся атмосферой Metro. И мне игруха реально зашла. Так, далее я... Чё это? Я не знаю, что это, но она стоит 300 рублей. Поэтому плюс 300 рублей. Далее мы покупаем Sleeping Dogs. Кстати, братан мой хотел купить игры новые. Видимо, ему не в чего было играть на то время. И он, короче, купил Sleeping Dogs, Nink for Speed и The Crew. Я ему ещё на все эти игры сказал, что они потом будут побольше маскидона. А Nink for Speed вообще будет в Аксессе. Я не прогадал. Sleeping Dogs раздавали по Голду. Nink for Speed добавили в Аксесс. А The Crew также раздавали по Голду. Он, конечно, дико лоханулся, но мы заплатили. Далее мы купили Jazz Band 2016. Далее я купил Трансформеры. Далее я купил Суперход за 900 рублей. Star Wars The Force Unleashed. Да, тогда появилась уже обратная совместимость. Я дико лоханул. Но, блин, я тоже лоханулся, поскольку её можно было потом забрать в Голде. Но 300 рублей не так уж много. Далее я купил Черепашки Ниндзя. Это та игра, которая вообще практически никому не зашла. И российской аудитории там реально очень мало. Поэтому я, чтобы поиграть в Черепашек Ниндзя, найти народ, повеселиться. Я каждому писал, у кого была эта игра и предлагал играть. Так, далее я купил Kung Fu Kinect за 629. Wolfenstein по скидону. Пас на скидонду. Всего лишь за косарь почти. Пил F.E.D. 2. Далее я купил, короче, подписку, по-моему, на Jazz Dance 2016. Чтобы там были доступны абсолютно все. Если у тебя какая-то новая версия, ты покупаешь подписку, грубо говоря, из всех версий Jazz Dance. И получаешь все эти песни. Очень клёво. Далее мы купили Радугу, Wolfenstein дополнение. Далее мы купили Форзу. Вот, кстати, такой момент, когда игры стали стоить на косарь больше, я не заметил, честно. Вот, все время покупали за 3, за 900, за 1000, а потом бах, и Форза Харазин стоит 4000. Ну ладно. Плюс 4000. Серьезно, такой вот скачок в сцен мы как-то не заметили, когда это все покупали. Далее мы купили Gears of War 4 Ultimate Edition. Пожалуй, наверное, одна из самых дорогих моих игр купленных. Мы купили ее за 7 косарей. Господи, ну просто я хотел поиграть раньше на 4 дня. Это единственное, за счет чего я купил данные здания. Если бы не 4 дня раньше, я, скорее всего, бы купил стандартное здание. Но я купил за 7. Так вот, я молодец. Плюс 7 косарей. Так, далее мы купили Club Beauty. Купили Аксесс. Видимо, когда купили Аксесс, там на стороне за 300 рублей, и активировали ее. Поскольку здесь не написано, насколько стоит. Далее мы предзаказали, по-моему, батл за 3600. У нас был Аксесс, поэтому мы взяли ее за 3600. Также я купил Titanfall 2. Одна из моих любимейших игр. Далее мы использовали оперативный набор за ничего. Бета-тест, он бесплатный. Гигантик, тоже, по-моему, бета-тест, если я не ошибаюсь. Или он просто бесплатный был. И купили Outlast за 10.50 рублей. Плюс 10.50 рублей. Далее не послушал меня брат и купил Mafia 3 за 9.800. Я говорил, что игруха говно. Так оно и было. В итоге он ее даже не прошел. Далее мы купили Паскедонную дивизию за 1300. Не знаю, что такое, но могу предположить, что это, скорее всего, какой-то шмот для Аватара. Ладно, плюс 50 рублей. Поучаствовали в бета-тесте For Honor. Также поучаствовали в Tom Clancy's Ghost Recon за ничего. Xbox Live Gold за бесплатно. Вот это, кстати, мне не очень понятно, что это за такое и того бесплатно. Может мы... А, мы, возможно, год активировали. И, скорее всего, мы заплатили 2500. Пусть будет так. 2500 за год мы заплатили, скорее всего. Далее я купил сезонный пропуск для дивизии 1. Поскольку я проникся этой игрой. И купил Fru. Но мы ее не берем, поскольку оплата была с карты купленных давно. Очень классная игруха. Тоже, пожалуй, одна из лучших игр на Kinect. Так, далее братан купил дополнение The Crew 1. И купили GTA 4 за 600 рублей. Купили Outlast 2 за 1200. И купили Ghost Recon, которые все еще не прошли. Далее нам, видимо, дали за просмотр E3 бесплатную игру. Помню этот момент. Дали Forza тоже за просмотр. И дали вот такие штучки тоже за просмотр E3. Далее мы опять зачем-то зачисляем тысячу. Я не знаю, зачем я это делал. И покупаем на нее Средиземье за 240 рублей. Окей, это учетка. Поэтому мы не будем писать плюс. Поскольку это опять же оплачен с карты оплаты. Далее мне Леха подарил набор основателей Fortnite. И мы купили абонемент дополнения Forza 3. Для World of Tanks мы активировали код, который нам прислали. Мы в него вообще не играли. Вот эту ерунду активировали. Тоже мы в нее не играли. Но это, видимо, тоже какие-то бесплатные фичи за просмотр чего-то. Если не ошибаюсь, за Gamescom. И покупаем The Evil Within за 20 рублей. Я тоже посчитал, что это халявная игруха. И вот так купил. Купили Naruto за 300 рублей. Шикарная цена. Далее мы купили Cuphead за 1324 рубля. И купил за 500 рублей V-Bucks. Не кидайтесь в меня бананами. Просто я замотался играть за девчонку. И хотел себе просто купить скин. Поэтому я и положил 500 рублей. Далее мы купили по скидону Injustice 2 плюс 1200 рублей. A Way Out сделал предзаказ за 1800. Опять, видимо, за просмотр нам дали. Ох, господи, не люблю вспоминать. Я потом купил пуг взять два косаря. Потому что посчитал, что он мне нужен. Что эта игруха прикольная. И что ее обязательно сделает. Она выйдет с бета-тестирования. И все будет круто. Игруха все еще не доделана. Она тупо работает. Я не знаю, кто в нее играет. Но когда я ее включаю, я всегда блюю. Не зашла она мне. А именно из-за того, что ее тупо нормально не сделали. Никакой оптимизации в ней нет. Совершенно. Как сама Королевская битва вполне неплохая. Так, далее, видимо, опять за просмотр чего-то. За просмотр. И я взял Spinter Cell Conviction за 250 рублей. Блин, его раздавали потом по голду. Вроде как. И, ну, пофиг, 250 рублей не так жалко. Голд за 3600. Все, за 3600. Цены взлетели за 3600. Это вообще жопа. Далее мы купили опять Club Duty за 2600. Далее я кому-то покупал в подарок. Не буду это засчитывать. И купил Аксесс за 10-50 рублей на месяц. Кстати, блин, жалко, что Аксесс на месяц убрали со стора. Потому что это реально было выгодное предложение. Реально удобное. И сейчас в Рашке можно найти исключительно только на год. Что не очень хорошо. Так, ты знаешь, вышла какая-нибудь игра. Ты хочешь в нее поиграть месяц. Купил на месяц и супер-купер. К сожалению, все. Лява уехала. Видимо, активировал бесплатный Xbox Game Pass для консоли. Я не знаю, как я это сделал. Видимо, может... А, ну это, видимо, для новых пользователей. Либо какая-то другая фигня. Поскольку написано, что я ее все-таки оплатил за 0-0-0. Далее опять за просмотр 0-0-0. И покупаю еще раз подписку Аксесс. Так, далее я покупаю Xbox Game Pass за 30 рублей. Были времена. И прохожу бета-тестирование за КиБрю 2. Тоже за 0 рублей. Далее опять за просмотр Е3 нам дают вот эту игруху. Которая вышла, по-моему, спустя год. Активирую бесплатный пак. Опять бесплатный пак. Ладно, я опять покупаю Xbox Game Pass за 30 рублей. Ай да молодца. На самом деле я покупал исключительно по дешевке. Поскольку те игры, которые были в Xbox Game Pass, они были не такие крутые. И я брал исключительно ради каких-то игр. Скорее всего для моря воров. И взяли Jazz House 2 за 380 рублей. Так, опять бесплатно, бесплатно. И опять Xbox Game Pass по дешевке плюс 60 рублей. Господи, это просто было офигенное время. Далее я предзаказал никому не нужную игру под названием Нарут Тобару Тишиноби Страйкер. Блин, я помню, что я очень офигел, когда на плойке данная игра на косарь была дешевле. Это вообще какая-то обида была. Далее я покупаю опять Access плюс 300 рублей. И покупаю колобу Black Ops 4. Но отменяю ее, поскольку я посчитал, что она мне все-таки не нужна. Не знаю, зачем я это сделал. Так, опять что-то бесплатное. И опять покупаю колобу в виде Black Ops 4, поскольку я, видимо, поиграл в королевскую битву. И она мне зашла. Плюс 4000 рублей. Далее я получаю опять что-то бесплатное. И опять покупаю Access за 300 рублей. Далее я кому-то покупаю в подарок Just Cause 3. Не буду его засчитывать. Опять что-то бесплатное, бесплатное, бесплатное. И покупаю Red Dead Redemption за 4500. Далее я опять получаю что-то на халяву. А, Adzen, видимо, при альфу. И покупаю еще раз Access. Господи. Опять получаю что-то на халяву. И покупаю Xbox Game Pass за 30 рублей. Было время. Так, далее я кому-то покупаю Sleeping Dogs. За не буду высчитывать. И отменяю предзаказ на... А, ну, делаю предзаказ на Adzen. И следом ее отменяю, поскольку... Не знаю, почему я так сделал. Но я сделал все правильно, поскольку игровуха не удалась. И делать там особо-то нечего. Далее я уже купил Xbox Game Pass за 600 рублей. Все, видимо, скидочки убрали. Но 600 рублей все равно неплохо. Опять же, я взял, наверное, ради моря воров. Делаю и в то же время отменяю заказ на дивизию вторую за 4000. Я не знаю, почему я так сделал. Так, далее я предзаказал Mortal Kombat 11. На самом деле я бы мог отменить и заказать тогда, когда все перевели в доллары. Поскольку вот этот момент станет очень близко. Потому что если бы я перевел в доллары, то я купил бы Mortal Kombat, наверное, за 3800. То есть 10 рублей я сэкономил. Но ничего страшного. Использую Gold за бесплатно. А, все, я понял. Я летом. Не летом, а осенью, по-моему, была скидка на полгода. То есть 3 плюс 3 месяца за, по-моему, за 1200 рублей, если не ошибаюсь. Если это так, да, на полгода это будет плюс 1100 рублей. Я покупал еще через группу Xbox России. Через официальную группу. Потому что, ну, скидок, но мне как раз Gold заканчивался. И, в принципе, было неплохо. Пай, еще раз Access за 300 рублей. Я участвую в приватной... А, все. Теперь я вспомнил, что был из дивизии. Короче, я сначала посмотрел E3. Она появилась в Store. Я призаказал. Потом отменил. И поучаствовал в бете. И снова ее, по-моему, призаказал. Сейчас посмотрим, что будет. Так, а, за бесплатно. Опять что-то для мореворов за бесплатно. Поучаствовал в бета, в WargZone. В мультиплеерном режиме Crackdown 3 за бесплатно. И в какой-то момент, в какой-то момент, все игры начали стоить по 30, по 40 рублей в Xbox Live. Это было 21 февраля. Запомните его надолго. Поскольку все игры, которые были на Xbox 360 в Store, они продавались словно на копейки. То есть, в этот момент, в 21 февраля, была конвертация в доллары. По-моему, с этого момента все игры начали продаваться в долларах. И все игры от Xbox 360 почему-то странно конвертнулись. То есть, по сути, Modern Warfare 2 должна была стоить 20 долларов, а не рубля. И поэтому она как-то так вот выпала за 20 рублей. И в этот момент практически все, кто знали об этом способе, ну, так вот накупились играми прям под завал. Никого, кстати, не забанили, поскольку это ошибка Microsoft. Плюс 20 рублей. Плюс 30 рублей. Я не стал нагреть и просто купил две колды. Потому что больше я ничего не хотел купить. Далее я активирую бесплатный Xbox Game Pass. Что-то получил в подарок за просмотр. И оформляю все же дивизию вторую по скидону. Это я купил ее за 42 доллара. Так, 42 доллара у нас. Ну, а 42 доллара это где-то 2700, по-моему, как-то так. Плюс 2700. Так, ну, а далее я купил Cyberpunk 2077. Я его, конечно, не оплатил, поэтому я его и считать не буду. Это, пожалуй, все, что я купил на Xbox One на данный момент. И в итоге у меня за все, за все перечисленное вышло 178 115 рублей. Я не знаю, ошибся я или нет, но в любом случае приблизительная сумма такая. Если делать из этого вывода, то, в принципе, 178 за 4 года на игрули это вполне неплохо. Поскольку все же это не куплено в один день, а куплено за 4000. Тем более, все то, что я купил, можно было купить чуть позже и сэкономить на этом. Но, блин, считайте, почти около 200 тысяч я потратил на игрули. Но оно того стоило, поскольку все игры я покупал те, которые я хотел. И получил от них довольно-таки хорошие эмоции в большинстве своем. Ну, а на этом все. Я надеюсь, вам понравилось видео. Если действительно так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А также пишите в комментариях, сколько вы потратили на все игры, аксуары и консоли Xbox One. Посмотрим, у кого сколько вышло. Большое спасибо вам за просмотр, друзья, и до новых встреч.